И там есть еще одна интересная история. Это история Халева. Помните, да? История Халева, она часть книги Иисус Навин, потому что Халев был другим согладатаем, который принес добрую весть вместе с Его Шо. Можно было бы избежать этой истории с Халевом или нет? Можно ли было не описывать историю Халевок в книге Иисус Навин? В чем причина? Зачем нужно было описать ту историю с Халевом? Но на самом деле можно было бы просто избежать. Можно было бы сказать, что Халев тоже там был и так далее. В чем сущность истории Халева? Помните, нет? Халеву было в то время, когда раздавались земли, 85 лет. 85 лет, и он приходит к Иисусу Навину и говорит, «Я хочу ту территорию, которой Моисей обещал мне». Моисей не видел территории, но обещал. Очень интересно. Доверие. Почему Иисус Навин согласился на это? Там написано, что Иисус Навин был послушный, в первую очередь. И доверие самому Халеву. Что сделал Халев? Какую землю он брал? Ну, там было написано, что он был в 40-х, да? И в целом он пошел. У меня есть в первую очередь, в первую очередь. Он пошел, да. Когда ему было 40 лет, он был послан для того, чтобы посмотреть обитованную землю. Но почему он просил именно эту? Почему он взял вот эту землю? И зачем она нужна? Там это называют, как бы, иудейские холмы, горы, иудейские горы. Там жило больше всего людей, которые были рослые. Они были отважные, они были защищенные города, как бы-то. И все-таки Халев набирается хуцпы, и он идет и просит ту землю, которая фактически сложно было взять. И мое предположение, предположение такое, что там написано, что Халев очистил землю. Он ту, которую ему Моисей обещал, он пошел ее взял, захватил, и он очистил землю. Он никого не оставил в живых. Это фактически единственное место, которое было полностью очищено от врагов. По этой причине история Халева остается в Иисусе Навине. Потому что мы дальше начинаем историю уже с истории судей, судей израильских. И в конце книги Иисус Навин мы читаем о том, что есть последнее слово Иисуса Навина о том, что я умираю, да, и что вы должны будете взять землю, которую Господь обещал. И он говорит там такие слова, а что до меня, то я и дом мой будем служить Господу. Вы можете избрать любых богов, любые действия, служить любым богам, но есть что до меня, то я и дом мой будем служить Господу. Почему такое заявление? Потому что в Израиле уже были предпосылки к соблазну относительно богов тех народов. И из-за того, что Израиль не изгнал другие народы из земли, которые Господь ему обещал, эти народы стали для Израиля термином, их боги стали для них западнёю. Удивительная, но очень важная часть, потому что до этого Моисей говорит о том, что если вы не сделаете этого, то их боги будут для вас проблемой. И фактически мы приступаем к книгам судьей. С этого момента включается 330 лет от смерти Иисуса Навина до первого царя, который был в Израиле. Понятно, да? Такая вот история очень длинная. 330 лет – это довольно интересное время, потому что хотя бы называется книга «Судей», но этих людей, которых было семь за эту историю, за 330 лет, было семь судей израильских. И за это время эти люди, они не были некоторые, они делали некоторые, будем говорить, судебные такие расследования, или же были как именно судьи юридического плана. Но когда Писание говорит о том, что это судьи, шофтим, не означало, что это именно юридическая позиция судить народ и разбирать тяжбы. Это были люди, которые выносили суд, были как судоисполнители. Когда Израиль падал, да, когда захвачивали его те люди, которые оставались вокруг, те племена, которые были вокруг, бог давал, поднимал людей, которые выводили из плена. Они были воинствующие судьи. Судьбы совершали суды Божьи над народами, которые порабощали Израиль в разных местах. Поэтому как бы очень правильно говорить, что это книга – книга воителей или же предводителей Дома Израиля, которые выводили людей из, или народ Израиля из порабощения. Как вы думаете, кто эти судьи были? Кто эти судьи были? Мы помним несколько, да? Барак, Гедеон. Четверо помните, еще троих. Егут, Егут, да? Один из них. Егут. Егут. Илуй? Так как по-русски говорить, как будто там ругаешься, я тебе говорю. Егут, да. Егут. Лучше на еврите. Да, лучше на еврите, именно говорить. Шамгар. Да, такой есть Шамгар. И Атнил. Это такие еще были. Но интересно, что больше всего, большой фокус, концентрирован на Самсоне очень сильно. Но мы придем к этому. Жизни Израиля. Судьи конкретно, эта книга довольно интересна, потому что показывает, насколько народ Израиля был склонен к переменам и изменчивости. Насколько закон Моисея, о том, как он пророчествовал, да, начинал исполняться относительно того, что люди, не изгнавшие из среды своей, захваченной земель, другие народы, попадали в эти сети. Эти сети становились для них, на самом деле, погибелью. Они обращались к другим богам. Они поклонялись другим богам на высотах. Господь посылал захватчиков, порабощали их. И опять они приходили. И это очень серьезная тема, потому что вот именно пророчески оно начинает исполняться. Что если ты не приближен к Богу, если ты не следуешь за Ним, если ты полностью не полагаешься на Него, всегда в этом мире будут у нас соблазны. Если мы не изгоним те привычки, которые у нас есть. Если мы позволим этим привычкам оставаться в нашей жизни, они будут как тернии, которые будут искушать нас и будут нам делать больно. И сказать, что такая природа человека сложно. Но при всем этом, это закон, который остался как прототипом в Израиле, происходило во времена судей. И сегодня она также очень похожа на жизнь верующих людей. Если твой разум, твоя жизнь не сфокусирована на Торе Божьем, на Слове Божьем, если не пребываешь в Нем, это Слово не имеет силы тебя удержать от искушения. Знаете, вот Библия всегда будет тебя удерживать от греха, но грех будет удерживать тебя от Библии. Вот такой параллель можно провести через весь разрыв. Мы видим, что такие как семь циклов в жизни Израиля, подъема и падений. Семь циклов, которые произошли за 330 лет. Мы должны понимать, что это не был современный Израиль, к которому мы привыкли. Там не было храма, там был только Скиния, Моисея, это был Мишкан, то место, где пребывал Бог. Оно находилось в местах Шилов, Израиль был рассеян, там приносили жертвы, и люди приходили три раза в году на праздники. И понятно, что вот такая вот жизнь, которая происходила, ежедневная жизнь человека, в то время верующего человека, не опирающегося на Слово Божие, а потому что написанного Слова, как мы привыкли к тому, что у нас там есть Писание, Библия, Тора, напечатанное, мы к этому привыкли, вытащил себе, искушение имеешь, вытащил, почитал, стоишь на Слове. А именно там оно было посредством устного толкования, устного наставления, устного, как бы сказать, увещевания. И вот обыденная жизнь израильтянина, наверное, она заключалась в том, чтобы пасти овец, спахивать землю, растить своих детей, жить историями, которые рассказывали их родители, их прародители, Моисея и так далее. Но что интересно, если первая такая алия, первая алия, первый вход в обитованную землю и первое поколение были более-менее, они держались правил Господь, потому что они пережили, они помнили этот переход, они помнили захват, они помнили, что происходило с Иисусом Навиным. Но после Иисуса Навиным поколение не помнило ни того, что происходило тогда в захвате земли, ни тех чудес, которые производились в Израиле, когда при захвате Ерехона, при других вещах. И вот это, наверное, то время, когда мы переживаем, как ты вчера говорил, пустыня, где-то такое состояние. Из-за того, что мы имеем большой опыт, большое чувство переживания с Богом, вот такое на уровне духовного, и мы знаем из Писания, что может быть, что Бог делал и как Он делал, то поэтому мы постоянно стоим в жажде получить что-то новое. Люди, которые выросли и в новой земле, новое поколение, которое не переживало войны, они уже живут с разными людьми, живут историей прошлого, они просто как бы так, ну, это истории прошлого. Вот сегодня мы учим наших детей о том, что была Великая Отечественная война, да, о том, что советский народ, он выиграл в этой войне и так далее, это была оккупация, это как бы все, как бы война, это страны, мы вовлечены, да. Но если бы не фильмы какие-то, да, или какие-то такие вот наши патриотические, даже книги, которые написаны, все, мы, наверное, бы утеряли тот смысл, что такое война и что происходило. И для еврейского народа происходила та же самая концепция. При том, что вот первые, мы будем говорить так, поселенцы в земле новой, да, обитованной, они радовались и понимали, что происходило. Представьте себе второе, третье поколение, которое уже, ну, проходит там 60-70 лет после того, что они зашли в обитованную землю. История, они продолжаются, но пережить их, и каким образом это было, как бы нету. И народ всегда расслабляется. Когда хорошо живет человек, у него приходит такое состояние расслабленности, расслабляться в надежде на Бога, в чудесах, в том, что есть Слово Божие, которое четко говорит, что мы можем делать, на что мы претендуем. И поколение, которое выросло без наставления Иисуса Навина, без этих вот историй, они фактически не знали Бога. Не знали Бога, так как знал Израиль, который был в пустыне. Вот вы можете представить себе даже саму картину того, что, живя в пустыне, вдруг в какой-то момент облако поднимается, да, и начинается перемещение. Все это понимали, что Бог движет дальше, перемещает ближе к цели в обитованную землю. С того момента, как они перешли Иордан, это все остановилось. Этого больше нет. Идет обыкновенная жизнь израильтянина с теми же праздниками. Они праздники празднуют. Но там не происходит ни чудес, ни сверхъестественного ничего. Они живут уже в обитованной земле, которую Бог обещал. И все, что им нужно было исполнять. У нас же люди очень хорошие. У нас же люди умеют немножко как бы так нажать на какие-то такие моменты. Чего поопоздал на службу. Служба – это молитва начинает шахарид. Начинает вот столько. Ну, пас ягнята за селом, да. И не успел. Ну, не успел попасть на этот цар. То есть, наказание не произошло такого, да. Вот Бог сверху гром не послал. И, значит, где-то вот можно расширять свои пределы. Плюс те люди, которые оставались на той земле, где они жили, имели своих богов. А всегда как бы чужой огород интереснее, красивее, чем свой. Правда? Всегда идет любопытство. Всегда идет любопытство. Буквально недавно, вот на этой неделе, два дня назад, я посмотрел, было в новостях, наших новостях об Израиле. О том, что там один мусульманин из Газа. Там еще есть один город, это были, ой, Набласа, из Набласа. Он решил обрезаться, пришел к кровину и сказал, что я хочу принять иудаизм. Он был обрезан, он прошел геюр, он прошел это самое, так сказать, все, что нужно, отрастил себе пейсы, талит, у него был сварайба и все остальное. Живя, поехал он себе домой, да, у себя дома он считается преступником, да, ну, как бы мертвым, такое дело. А здесь в Израиле оказался никому не нужен. Другими словами, его захватили там арабы и все остальное. И во время рейдов израильтяне его освободили, он целовал там землю. И оказалось, он остался никому не нужен, то есть у себя дома, где он родился, он был изгоем, а в Израиле он не принят. Вопрос вот именно таким образом, и он плачет, говорит, кому я нужен, кому я нужен, я сделал свой выбор. Конечно, там были люди, которые услышали то, что произошло, помогли ему, все такое. Но суть, с чего тебе, мусульманину, да, вот, все-таки сделать этот переход, да, вот такой вот. Значит, если есть такая часть, я понимаю, что человек имел какие-то убеждения. Наверное, в то же время, когда Израиль, находясь на земле, будучи окружен всякими идолами и всякими поклонениями другим богом, имели то же состояние, искушение и отойти от обычной жизни, которая проходила у евреев, да, к той жизни, которую привлекали эти боги. Да, вот этот момент. Это очень важное в жизни Израиля время, потому что здесь говорит о боге, который поднимал людей на выход из положения, из трудностей. Израиль – это, он был леворукий, да, вот. И когда моавитяне захватывали племена, да, или там был захват, то он вышел навстречу царю моавскому, и во время как бы общения с ним слева его ножом, и зарезал мечом, ну, ножом. Это считался нож, если ты не мог, да. Хороший нож. Да. Он был из племени Вениаминова. Таким образом, он прекратил первые такие нападки чужостранца, мавитян. Девора и Барак. Барак, да. Интересные две личности. Очень интересные две личности. И чаще всего мы находим в Новом Завете, у меня, как Павел говорит, у меня нету времени говорить о Самсоне, Давиде, да, о Вараке. Вот он мне говорит, у меня нету времени. А те люди имели веру. Они следовали за Господом. И что интересно, Девора и Варак, Варак, он не был, как бы сказать, то, что не был любим, это понятно, что он не брал на себя такую смелость, вот, идти в защиту Израиля. Только с условием, что Девора будет рядом. То есть, я не знаю, может, у него проблема была в детстве какая-то, но я думаю, что Девора была очень интересной человеком и женщиной. И когда они хананеев, они отбивали, ну, было нападение на хананцев, да, такие, то Девора все-таки она сумела ободрить Варака на то, чтобы атаковать. Но царь сбежал, Сисар, да, он сбежал. Что произошло дальше с ним? Сисар, да, он сбежал. Он зашел к ней в шатер, и она покрыла его коврог. Сисар рассказал ей, дай мне немного воды напиться, я пить хочу. Она развязала ее с молоком и напоила его, и опять покрыла его. Сисар рассказал ей, встань из дверей шата, и если кто придет, то спросите тебя, и скажет, нет, и здесь кого. И скажи, нет. И или жена Кириева взяла коврог шата, взяла молок в руку свою, и подошла к нему тихонько, и вонзила коврог и сок, вот так, чтобы приколол в земле. Чуть-чуть, тихонько. Мне понравилось. Кол. Загнать кол человеку в черепок. Легонько. Я не хотела, только один. Либо тяжелый молоток был. Я вам умоляю, если жена Моисея имела смелость ножом обрезать своих детей, то ты думаешь, что здесь, там, каким-то одним колышком и молотком, ну, что там, даже не смотрела их в глаза. Бей меня прямо здесь. Нет, чуть-чуть левее. То есть, смотрите, все-таки, я просто скажу, что Дебора и Йоэль, да, как Йоэль, да, она, они взяли, ну, эту победу, как бы, стала ихней. И варак здесь, как бы, не сильно прошел, как победоносный и воительный. Мы сейчас уйдем перерыв и... Спасибо. Спасибо.